Здравствуйте! Это программа «Новосибирская неделя». В ближайшие 20 минут о главных событиях в городе за последние 7 дней. И вот некоторые из них. Зима близко. Дорожники ремонтируют технику, транспортники утепляют и осваивают новую. Автомобилисты меняют покрышки, а депутаты придумали обложить их налогом на шипы. Мы и так хороший налог платим без шипов дорожных. Поэтому, мне кажется, он будет лишним. Чтобы помнили, в Новосибирске установили памятник сестре Михаила Булгакова Варваре. До этого восстановили могилу инженера Тихомирова и актрисы Савиновой. Здесь был маленький металлический памятник. Правда, была светящаяся фотография. И не узнать ее было невозможно. А также, насколько вырастет проезд в электричке, где установят камеры фиксации нарушений, сколько стоит пожизненная рента, чему учат детский психолог и боец Джефф Монсон и зачем студенты пишут картины с шоколадом. Город вступает в зиму. К холодам и снегопадам готовятся транспортники, автомобилисты и дорожники. Последние ремонтируют технику и запаслись песком на случай гололеда. А вот общественный транспорт не только утеплили, но и закупили новый. На линию вышли трамваи, троллейбусы и автобусы. А вот водители частников в очередной раз взбудоражили инициативы федеральных депутатов. Они предложили взимать налог за использование шипованных покрышек. Дескать, те разрушают дороги. Но когда же еще муссировать этот вопрос, если не в межсезонье, когда водители и так тратятся на покупку резины. Обо всем подробнее Анна Кондратенко. Первый рейс на этой неделе вышел новый трамвай. Еще 10 вагонов станут на рельсы до конца года. На улицах также появились и новые троллейбусы. Почти весь закупленный транспорт либо низкопольный, либо с откидными пандусами для удобства маломобильных горожан. Кроме того, при покупке новых машин обязательным условием стала их готовность к сибирским зимам. Остекление с двойным пакетом, другое уплотнение дверей, надеемся, что это будет. И другое – мощности отопительные приборы поставленные. Надеемся, что для нас, для сибирских условий это принципиально важно. Закупленные трамваи запускают на самый аварийный 13-й маршрут. Троллейбусы уже работают на пятом и тринадцатом. Автобусов на городских дорогах в ближайшее время тоже станет больше. Например, вот этот прибыл в Новосибирск совсем недавно. С белорусского завода, вот даже сиденья до сих пор еще упакованы, на линию должен выйти уже в начале ноября. А вот снегоуборочная техника уже готова выйти в рейд. Сейчас переводят на зимний режим работы последние машины. Здесь у кула установлена бочка. То есть полностью ставила бочка, она снимается, отвязывается, ставится в кузов, который загружается песком, посыпается в дороге, ставится щеткой, которую убирает, поднимает. И, в принципе, вот клуб. Машина превратилась буквально за считанные дни, как говорится, там, за два дня с поливомоечной в зимнюю подметание. А эти новенькие погрузчики должны помочь пешеходам. Дополнительную технику приобрели с оглядкой на прошлую зиму, когда возникли трудности с очисткой тротуаров после аномальных снегопадов. Мы уже, так скажем, готовы к этому объему. То есть мы уже все лето планировали работу, готовились. И вот закупили эту технику, то есть для оперативной работы на тротуарах, остановочных павильонах, пешеходных переходах. Техники достаточно, уверяют дорожники. В песко-соляной смеси тоже ее заготовили более 100 тысяч тонн. А в комнате отдыха уже почти месяц ежедневно дежурят водители спецмашин. Самая популярная программа здесь – прогноз погоды. Не погоду ждем. Говорят, уже где-то вот около Барабинска. Уже сообщили, что в районе 200 километров уже лежит снег. Вот мы готовы звонок, и мы, как солдатики, побежали. В этом году разработали специальный план действий для тех, кто будет работать в первый снегопад. Технологическая карта есть у каждого экипажа. Вот, казалось бы, была осень, а через минуту зима. И что, казалось бы, делать? Вот человек в этот момент просто может растеряться, стать в ступор. Здесь он берет технологическую карту. Эта технологическая карта позволяет в кратчайшие сроки запустить вот это рабочее колесо, которое заставит весь комплекс дорожный отработать смену на все 100%. Готовят к зиме не только технику, но и сами дороги. Подготовлена, в принципе, улицно-дорожная сеть. То есть мы порядка 70% ливневых, даже приемных холодцев закрыли мешковиной, тканью, чтобы исключить туда, во-первых, попадание песка. Автомобилисты тоже массово готовятся к гололеду, тем более, что местами асфальт уже начал покрываться ледяной коркой. На этой неделе их неприятно удивила инициатива депутатов Госдумы – обложить налогом владельцев шипованной резины. Дескать, шипы разрушают асфальт. Эксперты тут же ответили – больше урон от грузовиков. А продавцы заявили – минять шипованные покрышки на менее популярную липучку автолюбители вряд ли станут. Процентное соотношение продавцев станет тем же, то есть примерно 80% шипованных шин будет продаваться. Скорее всего, будут продаваться более дешевые шины китайских производителей, либо более низкого качества. То есть, соответственно, люди будут приобретать шину, которая будет хуже держать, только за счет ее цены. Это может привести к повышению аварийности. Водители о перспективе повышения цен на шипованные покрышки воспринимают негативно. У нас так налогов хватает. И страховка дорожает, все дорожает. Мое мнение отрицательное. Инициатива парламентария впреждевременно. В 2015 году будет введен новый технический регламент эксплуатации автомобилей, который предъявляет к шипованной резине новые требования. Такие, чтобы снизить воздействие на асфальт на 40-60%. Поэтому необходимость в повышении акцизов отпадет. Анна Кондратенко, Ольга Маховская, Павел Теунов. Новосибирская неделя. Сезон закрывают на Аби. За время навигации речники перевезли чуть больше грузов, чем в прошлом маловодном году. Поэтому скептики заявляют о кризисе водных перевозок. Они, конечно, не потеряли своей рентабельности, но год от года все больше барж простаивает на приколе. На судах не хватает командиров. Работают в основном увлеченные профессионалы или пенсионеры. Авария пассажирского теплохода на Иртыше летом этого года вскрыла еще одну проблему речного флота. Теперь судовые компании обязали возродить традицию следить за трезвостью. Регулярные рейды будут проводить сначала следующей навигации. Все судоводители скоростных судов, в частности пассажирских судов, они проходят медицинское свидетельствование перед рейсом. И также планируется, что они будут проходить медицинское свидетельствование после рейса. А вот проезд в пригородных электричках с 1 ноября подорожает. Приказ утвердил департамент по тарифам Новосибирской области. На нескольких направлениях тарифы вырастут более чем на 5 рублей. Так, поездка со станции «Сеятель» до вокзала Новосибирска-Главный подорожает с 43 до 48 рублей. А жителям Бердска поездка до площади Игарина Михайловского обойдется в 54 рубля вместо 48, которые они платят сегодня. Напомню, что в прошлый раз стоимость проезда в пригородных поездах поднимали в 2010 году. Но повышение точно не привлечет пассажиров. Может, только наоборот, они пересядут на маршрутные такси. А с другой стороны, на площади Маркса открыли первую в городе бесплатную перехватывающую парковку. Шестиэтажное здание рассчитано почти на полтысячи автомобилей. Работает стоянка пока только днем. В первую очередь она рассчитана на тех, кто приезжает в город на своем автомобиле. А дальше, чтобы сэкономить время, едет на метро. Стоянку, кстати, охраняют. Работают даже 30 камер видеонаблюдения. А вот камеры на дорогах, оказывается, фиксируют не только превышение скорости. С 1 октября они снимают машины с непристегнутыми водителями и с невключенным ближним светом фара. Во всяком случае, об этом заявляют автоинспекторы. Ну, конечно, сомнительно. Может, хотят припугнуть. С другой стороны, проверить можно только одним способом. Но так еще, насколько я знаю, никого не штрафовали. Самих же камер в городе станет больше. Так они появятся на улице Кирова, на пересечении Немировича, Данченко и Ватутина. Шесть устройств установят на Красном проспекте. Кстати, с появлением здесь передвижной камеры за пару недель полосу для общественного транспорта освободили от припаркованных машин. Кроме того, полицейские планируют укомплектовать электроникой каждый раз сформированный стационарный пост ДПС на въезде в город. То есть город Новосибирск будет у нас взят своеобразное кольцо, который не позволит ни одному транспортному средству въехать или выехать за пределы города Новосибирска, не зафиксированными комплексами фотофиксации. Власти, похоже, серьезно взялись за владельцев нелегальных автомойок на улице Жуковского. Как выяснилось, в ходе проверки большинство из них работает без лицензии. Мойки расположены на территории частных домов, а это уже противоречит закону. В итоге было составлено 16 административных протоколов, 10 человек привлечено к ответственности за нарушение правил регистрации, и у всех незаконных предпринимателей было изъято моечное оборудование. Нелегальным бизнес может стать и для торговцев бывшей барахолки на гусенобродском рынке уже с нового года. Именно в это время ярмарки должны закрыть. Чтобы предприниматели не разорились, им предлагают заранее позаботиться о своем будущем, то есть переезжать в крытые торговые павильоны. Аренда места в стационарных торговых центрах не выше, чем за контейнер на ярмарке. И сейчас за квадратный метр коммерсанты платят от 900 рублей. В теплые павильоны в этом году уже переехало полторы тысячи предпринимателей. Срок действия этих договоров – это 31 декабря 2013 года. Они заключены в рамках выданных разрешений на право торговли. И на сегодняшний день, безусловно, все арендаторы наши неоднократно предупреждались о том, что данные договоры заканчиваются и продлению не подлежат с учетом действий федерального законодательства. В Новосибирске становится все больше пенсионеров, готовых отдать квартиру в пользу города ради профессионального ухода за собой. О пожизненной ренте мы говорим сегодня с начальником Департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Тамарой Колдиной. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие условия предлагают городские власти старикам, решившим заключить договор пожизненной ренты? При заключении договора единовременная выплата в размере от 50 до 80 тысяч рублей за каждую комнату. То есть комната, однокомнатная, двух- и трехкомнатная квартира. Далее мы рассчитываем к ежемесячной рентной платежи. Они у нас исходят из качества нахождения данной квартиры, в каких местах проживают, в центре или в отдаленных районах, близ метро, либо отдаленная удаленность есть от метро. И мы рассчитываем ежемесячный рентный платеж. Он примерно 8,5 тысяч на сегодня. Это величина прожиточного минимума с некоторыми добавлениями. И плюс мы такому гражданину еще и оплачиваем коммунальные услуги. Это еще примерно 1200. У стариков появляется дополнительный доход. Понятно, что у всех он разный. Но все-таки на что они могут рассчитывать? Что они могут позволить себе на эти деньги? Если средняя пенсия сегодня у нас где-то 10, то 20 тысяч – это уже более достойное обеспечение своей собственной жизни. Они могут позволить себе все. Кто-то провел полностью зубопротезирование. Кто-то заменил мебель и бытовую технику. Есть случаи, я буквально на днях разговаривала с ретниками. Одна ретница сказала, я впервые за последние 10 лет посетила свою сестру на юге и отдохнула у нее около Черного моря. Ну разве это плохо? Они начинают путешествовать, ездить, посещать близких родственников. Я считаю, что они могут на любые цели потратить, было бы их только желание, куда? Велика ли прибыль от этого проекта или для городских властей это только социальный проект? Это очень такие достойные люди. И наша задача – обеспечить им достойную старость. Да, если бы мы говорили о том, что квартира передается в муниципалитет, и мы ее продавали, компенсируя какие-то затраты, мы этого не делаем. Мы передаем эти квартиры в управление по жилищным вопросам для дальнейшего распределения нуждающимся гражданам в улучшении жилищных условий. Поэтому я считаю, что это чисто социальный проект, и несмотря на постоянно растущую бюджетную составляющую, он у нас сегодня сохранен. Продолжаем выпуск. Варваре Булгаковой, родной сестре классика Михаила Булгаковой установили памятник на ее могиле. Недавно ее прах перезахоронили рядом с останками ее мужа. История их любви нашла отражение в романе «Белая гвардия». Именно они стали прототипами супругов Тальберг. Там же, на Зарельцовском кладбище, еще три года назад установили памятник забытому строителю моста Черезобь Николаю Тихомирову. Еще раньше перезахоронили останки знаменитой актрисы Екатерины Савиновой. Больше всего известны по роли Фроси Бурлаковой. О том, как возвращают память о людях, Ольга Маховская. Этот голос забыть невозможно. Сценарий фильма «Приходите завтра» был написан специально для Екатерины Савиновой. Роль была во многом биографичной. Ты откуда приехала? Из Ельцовки. А, это где? Это в Сибири. Жизнь актрисы закончилась трагически на узловой станции Новосибирска, где она бросилась под поезд. Ее похоронили на Клещихинском кладбище и на долгое время о могиле забыли. Вот оно и есть место, первое место захоронения Савиновой Екатерины Федоровны. Только тогда, когда я пришел, здесь был маленький металлический памятник. Правда, была светящаяся фотография, и не узнать ее было невозможно. Только несколько лет назад останки Савиновой перезахоронили. Теперь на ее могиле свежие цветы. О захоронении инженера-путейца Тихомирова долгое время скрывал асфальт. Его похоронили на территории собора Александра Невского, стройкой которого он руководил. С приходом советской власти землю у храма отобрали, а могилу сравняли с землей. Вдова инженера до своей смерти серебристой краской писала, что на этом месте захоронен ее муж. На гроб наткнулись коммунальщики в 70-х. Фуражку с кокардой, шпагу и орден святой Анны отправили в музей. Останки на Зайльцовское кладбище. В 2003-м могилу с типовой плитой краеведы нашли с трудом. Дорожка была непротаренная, и они, ну сколько там, раз в год, как положено, там делали уборку. Но могила была никому неизвестна. Тогда восьмиклашки, мы вместе с ними оплакивали судьбу этого человека, потому что, ну я не знаю, что может быть трагичнее, столько сделать для города и уйти в небытие. А три года назад на Зайльцовском кладбище появился целый мемориальный комплекс. Теперь на последнем прибежище стоит гранитный бюст, миниатюра первого железнодорожного моста через Обь и символический храм Александра Невского. А на этом камне два имени – Варвара Булгакова и Леонид Карум. Родная сестра знаменитого писателя, ее муж офицер Леонид Карум, стали прототипами супругов Тальберг в романе «Белая гвардия». Вместе пережили революцию, войну, голод, лишения. А этими словами, теперь высеченными на надгробии, Варвара Афанасьевна провожала мужа в Сибирь. Записку с этими строками передали в арестантский вагон, вспоминает его правнук. «Арестантский вагон и конвойный, который здесь Карум, вам записка. И передает эту записку, он ее читает. Ну и понятно, что у него там защемило сердце. И вот вторая, собственно говоря, фраза – это из его воспоминаний, что забвенные слова». Жизнь не раз разлучала их, но они находили друг друга. Вот и после смерти их могилы были в разных концах Зальцовского кладбища. «Перевели все благ в Новосибирск, и перед выходом к нему приезжала Варвара Афанасьевна. И они сфотографировались. И друг другу подарили эти фотографии со своими надписями. На каждой своя. Суть там такая, что скоро мы уже будем вместе, и теперь уже совсем навсегда. Опять тот же рефрен. Опять тот же рефрен, что вместе мы навсегда. Вот это все у меня в голове и вертелось». Теперь потомки Варвары Булгаковой и Леонида Карума считают, что их бабушка и дедушка воссоединились навсегда. Этой игроде уже 60 лет ее специально перенесли с места захоронения Варвары Булгаковой. Здесь повсюду нераскрыты тюльпаны, как знак вечной любви. И само надгробие состоит из символов. С одной стороны, те самые незабываемые слова, с другой – изображение Андреевского спуска, известного всем по роману «Белая гвардия». Так история большой любви обрела поистине поэтическое завершение. Ольга Маховская, Роман Семенов и Антон Ермоленко. Новосибирская неделя. Другим темам. В начале недели новосибирцев шокировала новость о жестоком убийстве четверых людей. Их трупы нашли в подвале одного из домов Ленинского района. Тела бездомных были изувечены. Обнаруживший их человек рассказал, что их лица были обезображены, видимо, ударами тупым предметом. Через несколько дней в полицию позвонил предполагаемый убийца. Во всяком случае, 27-летний инвалид-бродяга подписал признательные показания. Несколько раз он уже был судим, в частности, из-за убийства. Теперь ему грозит пожизненный срок. Знаменитый Джефф Монсон учил драться новосибирских спортсменов. Трехкратный чемпион мира по джиу-джитсу известен, прежде всего, боями с братьями Емельяненко. Федора он проиграл, а Александра побил. Кстати, последний на неделе был замешан в скандале и драке в одном из московских кафе. Но и все-таки к Монсону. Его поклонники учились у него приемом. Некоторые пришли просто увидеть одиозного бойца. По образованию он детский и семейный психолог. По убеждениям – анархокоммунист. Среди татуировок на его теле русские слова «свобода» и «солидарность», а также изображение серпа и молота. Еще о спорте. Волейбольная команда «Локомотив» привезла на родину серебро чемпионата мира. Новосибирцы выступили лишь в финале хозяевам турнира бразильскому клубу «Сада Крузейра» со счетом 3-0. Впрочем, болельщики «Локомотива» уже то, что новосибирская команда вышла на мировой уровень, считают огромным достижением. Прежде ни одна из российских волейбольных дружин в этом турнире даже не доходила до финала. Я думаю, что этот результат очень хороший. 0-3 или 1-3. Но главное, что наша команда – одна из лучших в мире. Это звучит и в Новосибирске. В чем в России представлял новосибирский «Локомотив». Ну и последнее. Картины из шоколада продадут ради спасения жизни детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Организаторы надеются, что такие необычные лоты привлекут внимание горожан и помогут собрать так нужные им деньги на лечение. Сладкие картины пишут студенты Института искусств и художественного училища. Работают быстро и сосредоточенно, поскольку материал быстро остывает. Удержаться от искушения попробовать свои творения на вкус все-таки многие не могут. Такой была неделя в жизни города. О событиях, волнующих вас, вы можете сообщать по телефону редакции, на сайте Новосибирских новостей, а также на нашей странице ВКонтакте. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова